День Героев Отечества Гость нашей студии, один из главных экспертов по георгиевским кавалерам, краевед Андрей Краснощоков. Здравствуйте, Андрей Александрович. Много ли у нас награжденных георгиевскими орденами? Так, ну если брать, допустим, орден Святого Георгия, то очень немного, то есть их буквально штучный товар по пальцам можно перечислить. Это в основном так офицеры нашего, допустим, Барнаульского гарнизона, служившие в частях, которые здесь квартировали. Ну вот, допустим, можно назвать имя такого Максимилиан Богацевич, человек совершенно у нас неизвестный. В середине 19 века он командовал здесь Алтайским горнозаводским батальоном, потом стал полковником, он здесь в чине полковника командовал, потом получил повышение, был генералом, командовал бригадой в русско-японскую войну, ой, русско-японскую войну во время освобождения Болгарии пехотной бригадой, получил орден Святого Георгия. Имел также золотое оружие за храбость позже, в 13-м году, которое тоже причислили как бы еще дополнительную степень, грубо говоря, ордена Святого Георгия. То есть дважды был награжден. Сергей Федорович Добротин, вот хотелось бы остановиться более подробно на этом человеке. Это командир нашего сначала Барнаульского резервного батальона с 1902 года. В русско-японскую войну был развернут в полк 12-й Барнаульский пехотный сибирский, который отличился на полях сражений. Полк был удостоен потом по результатам в 1907 году войны Георгиевским знаменем. Еще одна степень отличия, как бы дававшаяся коллективно частям, за сражение под Дашичао в 1904 году, когда барнаульцы отразили 4 атаки неприятелей, сами несколько раз ходили в контратаки. В принципе, сражение, если бы там, ну, это сражение имело важное значение, но не получилось его развить, как бы. Это уже другая тема. Ну, тот факт, что Сергей Федорович, как бы, был одним из наиболее выдающихся вообще военачальников той войны, то есть, где Добротин, там победа, наш полк был в числе наиболее прославленных. Он получил два золотых оружия за эту войну, сам вот за бой под Дашича Орден Святого Георгия 4-й степени. В боях последующих под Мугденом он лишился глаза, ну и надолго выбыл, как бы, из строя. Но после войны вернулся в строй, командовал бригадой дивизии. За заслуги, как бы, на полях сражений русско-японской войны, наша Барнаульская городская дума назвала в честь него улицу. Вот был переулок трудовой, который сейчас известен как переулок трудовой, назывался тогда Добротинский, после революции его переименовали. Так, потом он на Первую мировую войну, он вышел в чине генерала, командира 44-й пехотной дивизии. На этой войне он заслужил еще один орден Святого Георгия 3-й степени, то есть, это вот единственный кавалер наш Алтайский, как бы, орден Святого Георгия 3-й степени, получил один из немногих, то есть, это буквально по пальцам двух рук, одной руки, двух рук, вернее, 9, по-моему, человек, получил георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, дававшееся генералам. То есть, опять же, единственный с Алтая, ну, как, если считать, что он связан был с нашим регионом, с городом Барнаулом, улица носила имя. Он был навечно зачислен в списке сначала Барнаульского резервного полка, а потом, когда он был переформирован в 44-й Сибирске, его состав, то есть, в списке входил навечно, как бы, то есть, почетный гражданин нашего города, так скажем. Потом он командовал корпусом, ну, и уже по возрасту вышел, как бы, к концу войны в отставку. Совсем недавно удалось установить его судьбу, то есть, было совершенно неизвестно, как служилась судьба этого, да, служился до генерала от инфантерии, то есть, это высший генеральский чин, умер он в Петрограде, безвестно, в октябре 1919 года, как раз во время, когда белые наступали на Петроград, от, по-моему, воспаления легких, или от ТИФа, я уже сейчас точно не помню. То есть, Юрий Иванович Гончаров нашел, как бы, информацию такую. Ну, только вот по одному этому человеку уже понятно, что действительно, нашему региону в этом смысле есть. Еще несколько человек было в нашем полку, то есть, и в 12-м в Арнаульском, потом в 44-м в Сибирском, служившем, которые служили здесь, в Барнауле, до войны несколько кавалеров, например, можно назвать Федорова Дмитрия Ивановича, то есть, это офицер незадолго до Первой мировой войны, выпустившийся наш барнаульский отряд 44-го сибирского стрелкового полка, он в нескольких городах стоял, был, как бы, большая часть концентрировалась в Омске, часть в Барнауле и всеми по-латинске. Служил здесь до Первой мировой войны, вышел на фронт тоже, командовал ротой, получил чин, дослужился до чина штабс-капитана, он тоже имел орден Святого Георгия, георгиевское оружие за храбрость. Погиб он, орден он получил посмертно, вместе с еще одним офицером, Симоненко Владимир Яковлевич, то есть, имена совершенно в истории города забытые. Это произошло в июле 16-го года, когда войска Западного фронта пытались повторить успех Брусиловского прорыва, но неудачно, на так называемой Дарьевской высоте, это в Белоруссии, нынешняя, по-моему, Гродинская область, то есть, там очень много наших бойцов полегло из 44-го полка и других сибирских полков. То есть, они первыми ворвались во вражеские окопы, как бы, и погибли при штурме вражеских позиций, и получили посмертно и тот, и другой орден Святого Георгия. Андрей Александрович, а вот какие-то льготы, вообще привилегии, имели награжденные георгиевскими наградами? Так, ну, допустим, офицеры, ну, получали, опять же, не все, пенсия устанавливалась, точно известно, что существовал определенный капитул, как бы, и вот из этого капитула шло финансирование, устанавливалось прямо сколько человек, допустим, 4-й степени, 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени получают пенсию, дополнительные выплаты. По мере выбывания, то есть, одних кавалеров за смертью, допустим, их место занимали, другие, ну, там по старшинству устанавливалось. Дети, допустим, таких офицеров имели преимущество при поступлении в военно-учебные заведения. Старшинство в чине им устанавливалось выше остальных, то есть, они получали, ну, человек, заслуживший орден, он получал производство сразу в следующий чин. Для нижних чинов тоже существовали определенные преимущества, то есть, шла прибавка в жаловании, допустим, для кавалера, знак отличия военного ордена, 1-3, по-моему, жалования. Потом, когда его разделили на степени, 4 степени шло, там, за первую, за четвертую степень, 1-3 добавляло жалование за, если он получал третью степень, знака позже Георгиевского креста с 13-го года, он еще 1-3 жалование, потом еще ему одно жалование добавлялось за следующую степень, ну, как полное жалование. А если он получал первую степень, то ему половина, допустим, годового жалования шло. Ну, больше сотни человек точно считается. Из них, как бы, я бы выделил еще несколько человек, которые мало того, что имели полный Георгиевский банк, тут, кстати, еще есть нюанс, тут споры идут среди специалистов, кого считать полным, то есть, кто имел 4 Георгиевских креста или еще 4 Георгиевские медали за храбрость. То есть, некоторые строго оценивают, что не может считаться человек, не имевший всех 8 Георгиевских наград. Но в истории, как бы, нашего края есть люди, которые имели не только полный Георгиевский солдатский банк, причем и медали, и Георгиевские кресты или знаки отличия военного ордена. В принципе, это одно и то же, просто так менялось название и статут. Но еще и офицерские награды в Орден Святого Георгия, как бы. Один из них это Александр Абрамович Алябев, о котором сейчас много говорят, лицо даже которого хотим сделать лицом всех георгиевских кавалеров, если будет установлен такой памятный знак. Так, ну вот его личность, как бы, это с групповой фотографии 17-го года. Это вот Юрий Иванович Гончаров нашел у родственников фотографии его, как бы, крестьянского периода его жизни, недолгого. То есть, больше половины своей жизни этот крестьянин провел на военной службе, так или иначе. Александр Абрамович Алябев, он уроженец Паласка, но жил большую часть в селе Стуково. То есть, обычный крестьянин, призванный на военную службу в Первую мировую войну. И в русско-японскую войну он уже, как бы, был призван из запаса. В Т-4-м восточно-сибирском стрелковом полку воевал унтер-офицером, а потом за крабрость получил чин за уряд прапорщика. Он получил два знака отличия военного ордена за свои отличия в боях с японцами. Потом его уволили в запас. То есть, он занимался крестьянским трудом и вновь был уже, как за уряд прапорщик. Ну, это такой был промежуточный чин, дававшийся за военные заслуги, как бы, для людей, унтер-офицеров, которые занимали офицерские должности за убылью офицеров. То есть, в этом чине он вышел на Первую мировую войну в составе 23-го сибирского стрелкового полка. Полк сам, как бы, из Восточной Сибири, но призывали туда из разных регионов. Он заслужил за короткий период времени, к 1915 году, еще два георгиевских креста получил. Получил георгиевские медали четырех степеней за храбрость, за свои боевые отличия. Был произведен за боевые отличия в чин прапорщика. В этом чине он, как бы, заслужил за свой подвиг, прогремив, так скажем, на весь Юго-Западный фронт в 1916 году, орден святого Георгия четвертой степени во время Брусиловского прорыва, когда он с группой солдат сумел прорваться, прорвать вражеские укрепления, но затем наша атака захлебнулась, и вот группа этих героев, как бы, он командиром роты был, залегла перед, оставила, а вражеские окопы оставила, и оказалась перед проволочными заграждениями под обстрелом противника. Им предлагали неоднократно сдаться, то есть они были со всех сторон отрезаны, но они сутки оборонялись, то есть их осталось трое, по-моему, он и еще три человека, все раненые. Потом их отбили, и вот он получил за этот подвиг орден святого Георгия. Более того, потом он дослужился до чина штабс-капитана, то есть это уже подпоручик, поручик штабс-капитан, получил все офицерские награды, которые мог получить офицер его чина, то есть святой Анны до 4-й, 3-й, 2-й степени, Станислава 3-й, 2-й степени, Владимира 4-й степени, получил еще Георгиевский крест с Лавровой веткой, вот, кстати, не коснулись этой награды, в период Временного правительства была введена такая награда, то есть офицер мог по представлению своих солдат, солдатского комитета, быть награжден солдатским Георгиевским крестом, ну, что для отличия к нему прикреплялась такая Лавровая веточка, то есть называлась Георгиевский крест с Лавровой веткой, то есть он вне степени и шел. То есть он вообще входит как бы в число наиболее награжденных наших кавалеров по России, как вот Юрий Иванович Гончаров установил, как бы это вообще лидер сейчас получается в России по числу Георгиевских наград, а я бы добавил вообще наград. И он такой был не один у нас в крае, вот его земляк тоже из Павловского района нынешнего, из другого села, как бы он, по-моему, он земляк Скворцова, про которого я говорил, он, Макаров Григорий Антонович, его сослуживец тоже по 23-му полку, ну то есть 23-му Сибирскому, тоже получил 4 Георгиевских креста и орден Святого Георгия. Более того, он дослужился до капитана, и вот есть справка, на которую мы опирались, о награждении, о всех наградах, подписанная на Макаровым, как исполняющим обязанности командира полка в 17-м году. То есть тоже простой крестьянин наш, алтайский, дослужился до капитана, то есть имел 4 Георгиевские креста, имел офицерский крест, еще другие награды у него были, но правда он не столь титулован, как Алябьев. Ну, в гражданскую войну тоже оба оказались у белых, это трагически сказалось на их судьбе. Алябьева впоследствии, как мы знаем, растеряли в 21-м году по делу Крестьянского Союза, в том числе его служба у белых здесь сказалась. Судьбу Макарова точно установить пока не удалось. А вот Георгиевские награды в современной России, кто, кем, как награждает? Так, ну было восстановлено в 90-е годы награждение орденом Святого Георгия, но как-то он у нас, не скажу, что не прижился, но на периферии где-то находится, в отличие от древолюционных времен, в то время это была главная военная награда, сейчас у нас наград очень много, как бы и наследников советских, новых учрежденных, как орден мужества, допустим, самый, наверное, популярный военный у нас орден, также и орден Святого Георгия. До него долгое время про него вообще не вспоминали, как бы, вот было несколько награждений в Чечне, наш известный генерал Шаманов, допустим, Владимир Шаманов, наш тоже сегодняшний, наверное, единственный кавалер ордена Святого Георгия, получил за свои успехи в Чечне, за операцию по разгрому чеченских террористов. Потом в Грузии, по-моему, было несколько награждений, тоже когда была операция в Грузии в 2008 году, Георгиевскими крестами награждали. Отличие, кстати, сегодняшней наградной системы, вот тогдашней, то есть сейчас орден Георгиевский крест, как бы, нет четкой градации. Тогда для нижних чинов существовали только вот кресты георгиевские, или, как они до 13-го года называли, знак отличия военного ордена, а орден офицеры. Хотя были люди, которые соединяют, получили и то, и другое, вот еще об этом хочу сказать, в том числе и у нас на Алтае. Сейчас, как бы, офицер может награждаться Георгиевским крестом, а, соответственно, как сказать, не нижний чин, то есть солдаты, там, прапорщики, сержанты, то есть могут и орден получить, насколько я знаю. Ну и сейчас, просматривая информацию, как бы по специальной военной операции, попадается информация, в том числе и наши, алтайские ребята, то есть награждены Георгиевскими крестами, то есть награждаются. И, по-моему, вот нет тоже такой четкой, как этой градации, как раньше, что получить четвертую, третью, по-моему, награждают в зависимости от оценки подвига. То есть в советское время такое произошло смешение. Тогда была четкая иерархия. Вот прежде чем получить, допустим, третью, надо там вторую и так далее. Андрей Александрович, ну вот известно, что у нас здесь на уровне края есть такая идея, инициатива о том, чтобы каким-то образом увековечить память Георгиевских кавалеров. Ну да, их не причастен, как бы. Да, вот почему сегодня мы снова говорим о них, насколько это важно вообще чтить и помнить этих людей? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Так, ну это наша как бы история, наша память. И сейчас, когда у нас, допустим, идет специальная военная операция, да и если бы ее не было, то есть для того, чтобы связать вот это все, как бы нашу память о предках, которые сражались в разных войнах за свое отечество, чтобы как-то, опять же, стимулировать людей и помнить об этом, и брать пример с этих людей. То есть нужно это все знать, нужно помнить. Это опять же восстанавливает, как бы, какие-то цепочки памяти, вот просто работая во всем этом, со всем этим. Могу привести пример, когда я вот занимаюсь, ну просто собирал информацию по офицеру, выкладывал ее в интернет. Потом раз, приходит женщина, как бы сначала написала, потом пришла, то есть она ничего толком не знала о своем предке, ну кроме того, что он был там и был офицером, допустим, был расстрелян. Когда, что, точно неизвестно. Вместе с ней, как бы, мы установили, как бы, судьбу это Иннокентий. Иннокентий Шкетновский, тоже служивший в 12-м Барнаульском полку, в 44-м Сибирском. Он георгиевский кавалер, за Первую мировую войну у него было георгиевское оружие. Потом он попал в плен в 15-м году, во время нашего отступления. Вернулся во время гражданской войны, служил в Белой армии, здесь был мобилизован, командовал штурмовым полком там на Урале. Попал в плен, больной тифом. Получил там концлагерь до конца гражданской войны и был расстрелян, как установили в 21-м году, как заложник за побег группы заключенных. Вот они практически ничего о нем не знали. Нашли фотографии, нашли родственников, связали. То есть нашлись родственники во Владивостоке, допустим. Они стали общаться в Америке, родственники нашлись. То есть это еще и такое объединение, потом получается семей, родней. Дочка, по-моему, этой женщины работу как раз про своего предка написала. И так вот часто происходит, отклик какой-то приходит, когда начинаешь об этом писать. Допустим, я в основном на форуме по истории гражданской войны. Или раньше в Фейсбуке, сейчас ВКонтакте информацию выкладываю. Потом люди вот это все по поиску находят, пишут. То есть вот расскажите там о своем предке, что вы можете. Потом сами иные начинают копать. Это наша историческая память. То есть это вот эти все родовые цепочки, так скажем. Потому что если копнуть, у многих из нас найдутся предки, героически сражавшиеся за Отечество. Это стимул определенный, воспитание молодого поколения. То есть это воспитательный огромный момент. То есть когда вот мы, допустим, воспитываем солдат, воспитываем воинов, защитников Отечества. Когда они знают, какая у нас была богатая военная история, какие у нас были героические предки. То есть совершенно другое отношение и к своей стране, и к военной службе, и к всему происходящему. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с одним из экспертов по Георгиевским кавалерам, краеведам Андреем Краснощековым, мы говорили об уроженцах Алтайского края, которые имеют отношение к этой теме, о их значимости и о том, почему важно помнить этих людей. Спасибо. До свидания.